всем здравствуйте есть какие все-таки новости показываю обещал новости будут буду показать и вот вашему вниманию это 6 клиночков дамасской сталь многослойная это форма напоминающая шеффилд какой шеффилд извиняюсь батчер что-то у меня в голове смешалось тут разговоров много по этим всем производителям вот бать на батчер смахивают в общем да чем-то чертами но не батчер кому-то к сожалению кому-то на радость как мне так на радость и что получается на сайте нет данной модели кем она миниатюрная моделька это и нет модельки именно такой именно с вогнутостью есть клин и там 75 процентные там всякие разные но с вогнутости нет и многие люди хотели бы иметь у себя вот именно с вогнутостью такую модельку но и не имели возможности и поэтому наконец-то наконец-то я добрался хотя мысли это где-то примерно с начала июня месяца теплилась и поэтому все таки то есть то что было задумано то реализовано на сегодняшний день хотя вот еще нужно правы будет сделать вот так вот все у меня до медленно происходит ну во первых потому что я один одному сложно проворачивать все процессы все которые должны выполнять там десятки работников поэтому скорость производства минимально хотя нагрузка максимально а в последнее время что у меня состояние такое какое-то прямо подубитое я вам скажу и работаю как-то так на пол на пол силы вот ну давайте покажу что мы имеем вот это тут мельтешит что у нас попало это я никаких розыгрышей делать не буду потому что это реально кривулька реально не закаленная кому-нибудь пристрою и у кого-нибудь может прожил пропишется а может у меня есть пропишется будет валяться вот ну по этому поводу я вам расскажу чуть позже как посмотрим что получилось вот такие вот игрушечные клиночки почему игрушечные вот так вам что-то говорит такой размер то есть видите да по ладони может меня ладонь большая давайте тогда допустим ой такой нет линейки такой нет нормальной из железной большие в общем как вот видите сами миниатюрные клиночки очень-очень удобный как по мне не знаю есть такие люди которые любят именно по длине и пошире там 8 восьмых там по вам это я не вхожу в тот список вот честное слово мне нравится что-то пять восьмых шесть восьмых этот мои любимые варианты может я просто привык к этому может потому что я ранее очень долго пользовался комиссорий дамасской потому что там вот такой вообще от лезвица миллиметров там на 45 длиной и поэтому вполне вероятно что это может быть по этой причине пойдет прекрасно куда ему деваться может быть видите линию такую полоску протравки как будто из двух разных металлов создано это не так это протравка была периодическая такая ступенчатая то есть сначала я травил все весь клин это место не травилась то есть три раза он нырнул как там пока и как грабунка до три раза нырнул он протравился после этого я в 10 защитный слой и коротко три раза протравил то есть вот все остальное вот это все травил с принципе уже 6 раз ныряло в азотную кислоту вот и поэтому получилась такая разница для чего если бы я вот тут где вот более светлое место протравил бы глубоко как вот здесь то это протравка могла протравить насквозь там слишком тонкий металл слишком слишком и это могло выйти даже на кромку неудачно в общем чтобы избежать таких вот нюансов я сделал так также потравленный такой клинок их 33 на 3 вот решил обойтись так вот хотел сделать блестящим но полированные кромкой полированный вот это тут место у кромки сливались бы и выглядели вы не очень эстетично как по мне и поэтому было принято решение сделать именно так никак иначе так вот с таким то бушку тут гарантии вам показываю здесь вот по насечки и третий также шесть раз утоплены в азотке вот такой вот вариант чуть не уронил сейчас бы мог поспрощаться с ним раз и навсегда это вообще прям пеучий конкретно то есть совсем тонюсенький тонюсенькое полотно еще раз показываю вот это от места то что она гранена сегодня был разговор по отцаму да да я не всегда вспоминаю как его называется даже вот и был разговор мол почему не делаю на глиндере бритвы опять опять старый вопрос о главном но давайте отвечу еще раз всем кто слушает меня смотрит меня короткий звон потому что у нее жесткость больше так как металл вот здесь такую соточку то полторы баланса таки или больше то есть это незаметно не визуально не в работе никак но это так поэтому их не боялся травил по полу вот и до вот почему не произвожу на гриндере гриндер такая штука интересная то есть вот делаешь на нем нож на гриндере получается нож делаешь на нем бритву получается нож то есть он настолько узко специализированный то есть настолько так заточен какой-то не то протер секундочку вот что чтоб на нем не делал всегда получается нож поэтому это не мой вариант я произвожу бритвы если производить на гриндере то лучше их но не браться за это момент очень забыть бритвах и делать что-то другое желательно нож звуки проявил свой голосок то пусть про травы вот как то так вот вот три на три то есть три с раздельной протравы 3 с раздельной и 3 с одновременной по поводу оправку мне кажется все таки закрыла на 2 проводе делать когда дамаск и акрил это как-то да как я уже раньше говорил это как 13 радиус на бмв x6 вот так же пример смотрится но все же все же как вариант буду думать но точно не с кости хотя кость принципе немного есть вот так вот но в чем дело то кость такая штука интересная во первых она я уже раньше рассказывал проявляет всякие там недочеты во время обработки там всплывают какие-то там казусы ну допустим ладно проехали кость если я сделаю плоской и и закрутит в первые же полдня винтом никому это не надо если я сделаю потоньше так как у нее приличный все-таки вес у кости хотя для таких вот клинов это не вес это не о чем то потеряется опять жесткость я ребро жесткости всегда делаю двойное чтобы кость сама себя не вывернула и поэтому ручки получаются такие вот немного массивные мысли по не по размеру а по весу увесистые правильно сказать и я как бы в эту сторону вообще не люблю смотреть особенно если черный трог буйвола так это вообще вам скажу это та еще фигня вот пример вот она валяется тут выкинуть жалко как говорится когда-нибудь может пригодится его вообще крутит вертит при любом раскладе и поэтому я в его сторону вообще не хочу никак смотреть мне принципе наверно проще сделать вот с какой-то древесины он так примеру такой веселый или вот из черного граба мне понравилось в прошлый раз с сечкой серебром инкрустации правильно сказать инкрустации серебром на черном это просто прям реально классно там вот на фото если на сайте посмотрите там ни о чем там это все не видно эту красоту этот блеск этот разницу света на видео тоже это не видно хотя я присматривался по всякому нет на обзоре вот обзоре предыдущих бритв там это все-таки более-менее заметно вся эта красота по поручкам по ручкам все сегодня изменилось немного метод как бы направление слегка и поэтому вот я вот такие вот уже заготовочки сделал это будет яркий такой зеркальный красный акрил который у меня еще с какого-то не помню по моему 13 14 года лежит нашел случайно этот из коричневого акрила будет одна правка тоже для этих вот бритвок ну что теперь вот хочу чтобы было так не знаю правильно и что неправильно делаю это вот мер бал вот с этими золотыми прожилками которые остаются в итоге не зашлифовать не заболевать их они все на месте чего золотые пост у них цвет золота если вы видали когда-нибудь золото не переплавленные там не смешанные ни с чем-то вот это вот цвет золота настоящего вот здесь хорошо видно полосочка видите вот это древесина а значит будет инкрустация это вот граб мореный тоже будет инкрустироваться и живых в разных странах потому что каждая половинка одно целое второй половинке иначе если спутать то все насмарку и одна поправленная из прошлых из прошлой серии бритв из американского ореха и подправил под эти пеночки оказалось там все близко и не пришлось много вертится все это по ручечкам все по таким вот новостям по клинкам по новеньким да давайте все таки тему все таки немножко приподниму по поводу вот этих вот фиговин это да это тут на столе пускай пока живет долго и счастливо я уже такой же вариант выполнил такой же то есть такой же конфигурации поддельный фреймбек из той же кстати модели бритвенный выполнил пока одну штуку она мне сейчас грубой такой обдирки там потому что сейчас весь него как ну в общем ждет она эта заготовка термообработки я хочу посмотреть на какой толщине сыром виде лезвия поведет она какой не поведет будет достаточно жесткости стали и поэтому тут еще пока притирка идет у меня как бы вот потому что я вам долго не делал больше десяти лет точно не делал фреймбек хотя раньше я прям был любитель вот этой матрам от носа всего до разновидности был я какой такой момент я на 0 лет пять шесть семь ли их просто вот лепил 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 но тогда меня в интернете не было тогда интернет то только начинался в принципе вот и поэтому все фунт в притирке процессе такого дальше станочек я прикупил да немного тут в долги влез за него вот я еще каких-то югах мечтал но сейчас уже перестал делать к сожалению вот и станочку уже наладил вот первый пробник на нем сделала но станок это понимаете такая вещь которые делать только одну ограниченную операцию по объемному съему стали все остальное все все движения от и до только вручную поэтому если вот тоже бывают такие случаи думать там вот сейчас на станок воткнул прогнал вот у него клинок готовый фреймбейка не так хотя может быть их как бы хотелось может так но это не так потому что то есть это получится не бритва это получится какая-то деталь какая-то деталь всего лишь и поэтому вот я только обдираю по-грубому чтобы выдержать вот это вот то вот это все было вот это ровно все четко там до сотых долей миллиметра и только после этого я уже все снимаю ее станка когда вот эта основная масса стали снята и начинаю работать с ними опять же руками руками еще раз руками и работа вот с этими клинами поэтому задерживается именно из того что я делюсь то есть как бы вот на их изготовление и на приладку вот этой вот всей работы с фреймбеками ну ладно что ж теперь меня все равно в очередь никто не стоит поэтому принципе все так и будет продолжаться как сейчас не спеша плавненько размеренно не знаю хорошо это лет плохо вот тем более кстати у меня в сентябре опять же будет заказ оттуда вот заказ разнообразные немного получается по стали из разных стали вот то есть не хотел я конечно зависеть от сторонних каких-то факторов но из-за отсутствия полноценного спроса спрос он есть есть мои вещи люди берут радуются пользуются вот это меня радует конкретно но то что это не вытягивает производство просто не вытягивает на уровне чтобы держаться не на развитии она держаться просто на уровне поэтому приходится слегка прогибаться падают тех кто делает заказы такие вот оптовые на заготовки как заготовки вот вот такие вещи они берут вот так вот все дальше ничего не делаю ни ручки никаких делов вообще поэтому так так вот так вот они по сути в большинстве случаев поддерживают производства на плаву а когда например вот вот происходит покупки именно вот из россии то тут все денежки уходят уже или на развитие или на скидки по скидкам поступило еще два предложения но первое предложение были по поводу как там как ты его там ставками там его в общем как-то продать не продать в общем ладно вот сергей там в комментариях сказал что это не стоящее занятие я думаю прав поэтому это забыли но есть такой момент иногда бывает такое что появляются средства появляются прям реально появляются и вот у меня там думка куда же их кинуть то ли на производство добавить на что-то еще то ли сделать скидку но производство это не хитрое дело они там утонут как как копейка в океане не найти а вот скидка приятное дело хоть кому-то сделать то есть вот этот момент такой но если бы я знал на что мне сделать скидку поэтому если вдруг ко мне будут поступать хоть комментариях в ютубе хоть на электронную почту хоть куда будут поступать предложения по скидкам на такую или какую-либо модель под номером так каким то то есть чтобы я определенно мог определить сколько на нее то есть имею возможность сделать скидку именно на эту модель чтобы я сделал это если человек интересует пример там допустим 500 модель ну это просто к слову а не 501 значит скидку надо рассчитывать сделать как-то именно на 500 потому что человеку она нужна человек ее хочет а если я сделаю скидку на 501 пример бритовку то все он скажет ну блин я хотел 500 ну как же так то вот а скидка только на 501 и вот это вот разногласие какое-то оно мне кажется не имеет места быть когда мы все связаны пускай интернетом только одним но пользуюсь такой возможностью мне кажется надо и пользоваться потому что мне кажется это будет правильно а это важно главное чтобы было правильно вот но скидки вам не обещаю прям вот прям супер мощный там супер частый по возможности опять же есть возможность нет проблем вот реально не за радость чтобы у кого-то еще была радость вот так вот вроде бы все сказал поделился так в общем в общих чертах давайте увидимся на обзоре готовых заточенных таманских бритвах а там муж потихоньку подкатит какой-нибудь может обзор уже первого или первых фреймбеков поэтому до новых встреч увидимся увидимся